Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. В Иванове в среду прощались с десантником Ивановской дивизии, погибшим в ходе спецоперации. Родные и друзья военнослужащего рассказали нашему корреспонденту, каким они знают и будут помнить Василия Минина. Еще одна отправка мобилизованных должна была состояться в Иванове в среду. Открыли военный билет, посмотрели, спросили, 5-го готов, а кто, если не мы, договорит. Спустя пару часов мужчинам сообщили, отправка откладывается. Надолго ли? Строительство новых дорог, школ и компенсация понесенных расходов теплоснабжающим организациям. В среду депутаты городской думы распределяли расходы ивановского бюджета. 5-го октября отмечается Всемирный день учителя. Мы спросили ивановцев, какого преподавателя они помнят даже спустя школьные годы. В селе Октябрьский открыли Дом культуры. Ремонт встал в 9 миллионов рублей. Рады и зрители, и артисты, которые заскучали без концертов и репетиций. Мы уже в возрасте. Эти занятия нам дают какой-то жизненный тонус и силы, и настроение. А также не пропустите, что предложил губернатор ивановским предпринимателям. Минус остановочный павильон. Кому не дают покоя стеклянные остановки? И во сколько ремонт обходится городскому бюджету? Что не так со свалками? Новый способ уборки мусора от ивановского рекоператора возмутил жителей Авдотина. В прямом эфире с вами Денис Воробьев. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях расскажем подробнее. Предприятия Ивановской области адаптировались к спецоперации и нарастили на объемы производства. Для бизнеса открываются дополнительные возможности в связи с гособоронзаказом. Об этом шла речь в среду на встрече губернатора с предпринимателями. Станислав Воскресенский пообщался с представителями бизнес-сообщества в здании регионального правительства. Вначале губернатор поблагодарил предпринимателей, что в непростых условиях спецоперации ивановский бизнес оперативно продолжает решать насущные проблемы. Областные власти, в свою очередь, в любой момент готовы их поддержать и подставить свое плечо, подчеркнул глава региона. Наши предприятия адаптировались к санкциям в связи с проведением спецоперации, она поражает. Знаю, что было нелегко в первой неделе, в первые месяцы, но все вы более-менее справились. Есть, конечно, отдельные сложности, где можем и помогаем, но в основном все, конечно, было в ваших руках. Кроме того, хотел проинформировать, вы это и так знаете, что сейчас открываются дополнительные возможности в связи с гособоронзаказом. Мы сейчас чуть подробнее на этом остановимся, как это будет работать. Он размещается на предприятиях в наших регионах и в нашем регионе и будет размещаться не только в традиционной для нас легкой промышленности. Но я считаю, что здесь тоже ситуацией можно воспользоваться на благо работы, на благо создания дополнительных рабочих мест и обеспечения стабильности и стабильных доходов жителей нашей области. В Иванове в среду прощались со старшим сержантом 98-й воздушно-десантной дивизии Василием Мининым. Заместитель командира взвода погиб 26 сентября во время специальной военной операции. Он уроженец Пермского края, но уже много лет живет и служит в Иванове. Здесь женился, растил с супругой сына. Мы встретились с родными и друзьями погибшего, которые очень хотели рассказать, каким они знают и помнят Василия. Вот этот военный билет, все насквозь, будут паспорты, видите, такие детки. Родные знают, как погиб Василий. Прямое попадание в артиллерийскую установку. Он был командиром орудия. 24 сентября Василию Минину исполнилось 35, а 26-го его не стало. Юбилей. 35 сентября было в понедельник, он погиб. Узнала я это на работе, но я уже не помню даже, как это все было. Это было ужасно. А потом приехал, конечно, командир полка из части, сообщил мне это. Ну, то есть официально уже. В спецоперации Василий участвует с самого начала. Лишь в июле приезжал в короткий отпуск. На связь выходил нечасто. Эти 9 месяцев Евгении помогали держаться не только родные, но и жены сослуживцев. Конечно, мы все вместе. Поддерживаем друг друга. Мы вместе. Наши батареи, девочки. Все вместе. Василий родом из села Качево Пермского края. Его мама, сестра, друзья детства и сейчас там живут. Приехали на прощание. Галина Минина вспоминает. Ей не сразу сказали, что сын участвует в спецоперации. Берегли. Чтобы я не переживала, не говорили мне. Потом мне вот Света позвонили. Дочь. Переживали очень сильно, конечно, потому что мы понимали, куда это и что это. Все переживания были у нас вот с февраля месяца. В детстве Василий об армии не думал. Хотя отец был военным. Он мечтал стать как дед. Его и назвали в честь деда. А вот ему понравилась дед работа на машине. Все же дед работал на машине. Маме тоже буду как дед. Я буду тоже самое на машине работать. Рабочих буду возить. Я буду как дед. Он понял, кем на самом деле хочет быть во время службы в армии. Связал свою жизнь с десантом. Служил в Иванове в 217 полку. Здесь же познакомился с Женей. Здесь родился сын Саша. На велосипедах постоянно катались летом с ребенком они. Куда вы ездили? Ну да, ленты отсюда. До конца города. По набережной? По набережной тоже катались. На эти дни из Пермского края приехали не только мама и старшая сестра. Здесь сейчас и одноклассники Василия. Вместе учились, вместе гуляли, росли. Рассматривают фотографии, вспоминают случаи из детства. На ночевку, на рыбалку уходили. Без просу. А вечером переодевались на речке. Родители думали, мы на рыбалке, а сами мы на дискотеке. Потому что на дискотеку нас не отпускали. Уходили. Это какой возраст примерно? Ну, я думаю, класс седьмой, восьмой. Лет 14 нам тогда было. А рыбу-то приносили домой? Ну, всякое бывало. Бывало и без рыбы. Когда на дискотеку ходили. Поддержать семью и сказать добрые слова о Василии приходят сослуживцы. Василий был очень хороший командир. Он воспитал не одно поколение солдат. Пользовался он огромным авторитетом среди своих товарищей, служивцев. О нем очень хорошо отзывались командиры, начальники. Всегда к ним обращались все новые, даже старшие позвания по имя-вотчеству. На почке жаловался, в июле-то приезжал. Я ему говорю, Вась, давай идем в госпиталь, хоть проверяться. Все равно надо все проверить. А он сказал, мам, мне некогда. У меня там пацаны. Мам, ты что говоришь такой? Я поеду к своим пацанам. А кто моего Саньку-то будет защищать? Моего сына, кто Родину защищает, если все пойдут по госпиталям? Вот он мне так ответит. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». В среду в Иванове была запланирована отправка мобилизованных из Ивановского района и Кохмы. У военного комиссариата мужчины и провожающие собрались в 9 утра. Спустя пару часов им сообщили, отправка откладывается. Надолго ли с мобилизованными пообщалась наша съемочная группа? Военный комиссариат. Десятки мобилизованных. Вместе с родными и близкими они приходят сюда с 9 утра. Большинству повестки пришли 3-5 дней назад. Как и все, я начал закупаться. Все замечательно. Цены в РИЛ высокие, ничего нет, размеров нет. Все, что специализировано, покупал в охотничьих магазинах. Там более-менее еще есть рыболовные. Теплые вещи, сменные вещи. Там коврик, сиденье, дождевик. Ну, такое. Все, что нужно. Перчатки тактические, очки, балаклавы, шапки. Еще ничего не собирал. Ничего не собирали? Как бы неизвестно, что сейчас будет. Тоже тратить деньги на снаряжение, которое, может быть, выдадут. Что-то, я смотрю, все равно вот с собой взяли. Ну, как в повестке написано. То есть гигиенические принадлежности и на сутки сухопоек. Рассказывают, в сборах помогала информация из интернета, собственный армейский опыт и подсказки знакомых военных. Что было труднее всего достать? Слушайте, жгуты резиновые. Соответственно, собирали по родственникам. Нет, в Ивановской области почему-то жгутов. Нам большую сумму у вас все это получило? Порядка 15 тысяч я потратил. Все зависит от того, что покупать. Если покупать форму специализированную, да, уже тактическую, и, соответственно, там цены сумасшедшие. Я прекрасно понимаю, что мне это не надо. Соответственно, я надеюсь, что наша армия доблестная оденьет, а будет. А все, что личное, я, соответственно, купил. Ожидание затягивается на пару часов. Родственники и близкие мобилизованных от комментариев отказываются. Открыли военный билет, посмотрели, спросили. Пятого готов, сказал готов. А кто, если не мы, как говорится? То есть у вас такой боевой настрой? Конечно, а куда деваться? За детей, за жен, за матерей. То есть у них не мы. Бежать некуда. Весь Запад против нас. Надо защищать. Страшно непонятно, что я могу сказать. Не знаю, ощущения новые. Не знал, что к 40 годам куда-то придется еще. В 40. Да? Дома много проблем. Ипотека осталась. Обязательства есть. Жена у меня не работала в 8 лет. Представляете, сейчас вот она останется. А дети у вас есть? Да, ребенок 6 лет. Ну, какой настрой? Я, когда служил, присягу принимал. То есть обязан служить, если Родина потребует. В течение часа провожающие, немного позже и сами мужчины, стали возвращаться по домам. По словам мобилизованных, отправка откладывается на сутки. Предварительно она переносится на четверг, 6 октября. Мужчинам вели на собраться около 9 утра, а также у здания военного комиссариата на Смирнова. Причины переноса не сообщили. У некоторых это не первая попытка военных сборов. До этого 25-го. 25-го. С сентября? Да, да, да. Вот. 25-го мы пришли и нам переделали на 5-е число. Ага. Вот. И вот, как видите, 5-го пришли, на 6-е. Настрой это хороший, только вот уехать бы. Перегораешь. Да. Очень сильно. И накручиваешь себя. Алина Марычева, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС. 5 октября – день работников уголовного розыска. По числу зарегистрированных преступлений Ивановская область находится на 57-м месте среди регионов страны. В профессиональный праздник ивановских оперативников и ветеранов внутренних дел чествовали в зале коллегии ОМВД области. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, с 2018 года количество преступлений в области неуклонно снижается. На сегодняшний день зарегистрировано более 8 тысяч правонарушений. Из них порядка 600 – это незаконный оборот наркотиков. А сотрудниками уголовного розыска Ивановской области в этом году раскрыто 34 убийства. Более сотни преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Раскрыто почти полтысячи мошеннических схем и киберхищений. Ивановские сыщики выловили воров и воришек разных мастей, раскрыв более 1300 краж. Но в их задачи входит предупреждение, пресечение и раскрытие готовящихся либо совершенных преступлений. Сыщики занимаются розыском скрывающихся злоумышленников. Нередко им приходится работать целыми сутками. 5 октября Управление уголовного розыска отмечает 104-ю годовщину. В этот день действующих сотрудников и ветеранов поздравляли в зале коллегий ОМВД. Особо отличившихся в борьбе с преступностью наградили почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Оперативники службы находятся на острие борьбы с криминалом. Не только успешных расследований. Пусть оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе во имя Родины. В Иванове вандалы продолжают громить новые остановки. Хулиганы добрались до павильонов на улице Куконковых, установили которые только этой весной. Саму улицу Куконковых реконструировали в этом году. Привели в порядок дорожные покрытия, обустроили островки безопасности. Для общественного транспорта предусмотрели карманы, заменили остановки. Вместо павильонов из металлических листов появились футуристические со стеклянными стенками. В целости и сохранности простояли они недолго. Сначала вандалы изрисовали их нецензурными выражениями, потом выбили почти все стекла. Такая же судьба и у остановки на площади Победы. С начала этого года в Иванове отремонтировали 13 пострадавших от рук хулиганов павильонов. Меняли стенки, крепления. На восстановление остановок потратили 65 тысяч рублей. Что касается актов вандализма, которые мы наблюдаем в городе Иванове в отношении остановочных павильонов, то, к сожалению, по гарантийным обязательствам это не является гарантийным случаем. То есть в этом случае ремонт будет производиться за счет бюджета города Иваново. В настоящее время, по информации управления благоустройства, ремонт требует порядка 25 остановочных павильонов. В Иванове собираются построить несколько новых дорог. Разработка проектов начнется в следующем году. Городские депутаты приняли решение выделить на них финансирование. В среду в Ивановской думе состоялось пленарное заседание. Одним из важных вопросов стало распределение бюджетных средств. На что еще потратят деньги города, расскажем в нашем репортаже. Доходы бюджета в текущем году увеличились на 300 миллионов рублей. Общий размер городской казны превысил 10 миллиардов. Это позволило заняться важными инфраструктурными проектами. Город растет, появляются новые микрорайоны. К ним требуются подъездные пути. А в центре из-за увеличения количества транспорта нужны дороги-дублеры. На сегодняшем заседании принято решение о разработке проекта с меддокументацией на строительство новых автомобильных дорог. Это в новом микрорайоне Сады Сирени, который находится в районе улицы старшего лейтенанта Житкова. Новый проект будет подготовлен по соединению улицы Лежинский и улицы Куконковых в районе улицы Демьяна Бедного. И в районе Базинственной тоже у нас планируется строительство новой автомобильной дороги. Всего таких проектов будет 8. На их разработку предусмотрели 60 миллионов рублей. Гор Теплоэнерго и его прибыли за 21 год. Этот вопрос был рассмотрен отдельно. Предприятию разрешили не перечисляя дивиденды в городской бюджет. Финансовое положение Гор Тепла сейчас оставляет желать лучшего. В акционерном обществе на счету каждая копейка. А речь идет почти о полутора миллионах рублей. Они будут направлены на реконструкцию и ремонт теплосетей, которые предназначены для обслуживания объектов социального назначения. То есть в этом году увеличилось количество сетей, которые подлежат ремонту, которые были отремонтированы. Еще 30 миллионов депутат решили направить в качестве субсидий поставщикам тепла в жилые дома. Как было отмечено, это компенсация ресурсоснабжающим организациям тех расходов, которые они несут в связи с тем, что в городе есть здание с низкой теплозащитой. В основном двухэтажные дома. Для того, чтобы не возлагать нагрузку по оплате за тепло на граждан, мы приняли решение поддержать тех жителей города Иваново, которые сегодня живут в таких домах с низкой теплозащитой. В Иванове продолжится строительство школы в Рождественском микрорайоне, а также нового корпуса 44-й школы в Суховке. На эти цели депутаты предусмотрели более 120 миллионов рублей. На днях жители Авдотина стали очевидцами необычного способа вывоза мусора с контейнерной площадки. Однако ноу-хау от рекоператора вызвало только негодование в социальных сетях. Видео с камеры видеонаблюдения попало в местные интернет-паблики во вторник вечера. На кадрах видно, как манипулятор переворачивает контейнер с мусором, вываливает его на дорогу, а после частично загружает в машину. Далее, как ни в чем не бывало, сотрудники уехали. Такой подход к уборке мусора вызвал негатив в социальных сетях. Представитель рекоператора нам ответил, в контейнере находились стройматериалы. То есть крупногабаритный мусор, не предназначенный для обычной техники, храниться такие отходы должны в особых отсеках. В результате пришлось вызывать спецпогрузчик, чтобы достать все содержимое контейнера и погрузить машину. Рекоператор пояснил, за разделением мусора должны следить сами жители, а управляющая компания контролировать состояние контейнерных площадок. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Мы спросили ивановцев, какого преподавателя они помнят даже спустя школьные годы. В селе Октябрьский открыли дом культуры. Ремонт встал в 9 миллионов рублей. Рады и зрители, и артисты, которые заскучали без концертов и репетиций. Мы уже в возрасте. Эти занятия нам дают какой-то жизненный тонус и силы, и настроение. В поселке Савино наконец-то становится теплее. С 1 октября там постепенно стали прогреваться батареи. Напомню, отопительный сезон для части поселка начался с опоздания. Когда в регионе везде начали давать отопление, в Савине 21 дом, около 200 квартир и несколько социальных объектов оставались без тепла. В том числе детский сад номер 1. Детей пришлось временно переводить в другие дошкольные учреждения поселка. Проблема в финансовом конфликте ресурсоснабжающих организаций. Владельцы сетей имеют долги перед хозяевами котельной. В холодную историю вмешались прокуратура, судебные приставы, правительство региона. На сегодняшний день рассказывают в районной администрации, в квартирах и других объектах тепло. На вчерашний день и на сегодняшнее утро у меня есть акты обследования жилых помещений по всем территориям, которые были у нас проблемными, я так скажу. И в настоящее время температура во всех этих помещениях соответствует санитарным нормам, включая детский садик. По словам заместителя главы Савинской районной администрации, в помещениях сада сейчас от плюс 20 до плюс 22 градусов тепла. Но пока что детей сюда не возвращают, проверяют работу систем и прогревают помещение. Когда-то датой этого праздника было первое воскресенье октября. Но вот уже как 28 лет Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Наша съемочная группа отправилась на улицы города и поинтересовалась у ивановцев, какого преподавателя они помнят даже спустя много лет после школы и почему. Вот какими воспоминаниями поделились горожане. У меня учитель физики был очень хороший. Но правда его сейчас нет в живых. Вот он мне запомнился. А чем? Вот много знаний дал. Очень много дал. Сейчас до сих пор вспоминаю его знания. Начальных классов, допустим. А чем закон нас? Строгости. Я любила математику. Мой любимый учитель был математик. Каждый преподавал хорошие, внимательные, учительные. Учитель математики. Она была очень доброй. Она всегда помогала. Даже после того, как мы выпускались, она нам помогала с какими-нибудь задачами, которые мы не могли решить, уже поступив в колледж. Литература особенно. Как учитель рассказывал про произведения, описывал, как он сам эмоционально их переживал перед нами. То есть вот отложилась в памяти. А так, ну, физкультура у нас, деревенская была школа. Поэтому очень много, как учитель, за нами, когда мы бегали, на велосипеде ехал, чтобы мы не филонили. Наш историк в школе был. Он был достаточно молодой. Его вся школа, по-моему, обожала, если не ошибаюсь. С ним всегда можно было поговорить, и уроки он проводил отлично. На уроках, когда сидел, ты не сидишь, зубришь, там, я не знаю, вот спокойно обсуждаешь тему какую-либо. У меня первая учительница очень хорошая была. По крайней мере, у нас класс был очень дружный. Вот она нас сплотила. После течения столько времени мы дружим и здороваемся со всеми. Бывает, даже и в гости ходим друг к другу. В Иванове обнаружена крупная партия контрабандной табачной продукции. Представители таможенной службы изъяли почти 2500 пачек сигарет. Нелегальный товар находился в одном из торговых павильонов. На блоках и коробках были надписи на иностранном языке. Документы на сигареты продавцы предъявить не смогли. На пачках отсутствовали российские акцизные марки, а также необходимая маркировка. Такой товар запрещен к ввозу на территорию Евразийского экономического союза и обороту внутри страны. Табачная продукция изъята. В селе Октябрьский Комсомольского района открылся обновленный дом культуры. Местные жители называют событие грандиозным. А теперь есть где петь, танцевать, смотреть концерты. Дарья Костина подробнее. В селе Октябрьский праздник. Местный дом культуры не узнать. Его открывают после капитального ремонта, которого не было 40 лет. По масштабности для нашего поселения это грандиозное, можно даже сказать, не побоюсь такого слова, событие. Потому что дом культуры для нас всегда – это центр всего. Центр притяжения для общения, для проведения каких-то мероприятий. Вообще люди идут сюда с любой, так сказать, и с проблемой, и с хорошим настроением, будем так говорить. Сегодня только хорошее настроение. Много гостей, представителей власти, местные жители. Артисты заждались. Волосы чуть-чуть седые, так ведь это ерунда. Мы ж такие молодые, мы же бабы хоть куда. Девушки хоть куда готовятся выйти на обновленную сцену. Коллективу подружки 14 лет. Девять солисток репетируют минимум два раза в неделю. А могут и каждый день. Мы уже в возрасте. Эти занятия нам дают какой-то жизненный тонус и силы, и настроение. Настроение подружкам добавило выступление и подарки, сертификат на новые костюмы и современный микрофон. Артистки говорят, готовы радовать зрителя, который любит их репертуар. Русские народные песни. Это самый наш хор. Поет такие песни. Нам очень нравится. Мы даже подпеваем в зале им. Зрители рассказывают, народ в селе творческий, долго ждали обновления ДК и сами просили об этом. Здесь проходят концерты, занимаются вокальные студии, есть ветеранские поэтические клубы. Например, дедушка Дениса Юрий Шустров стихи пишет, а внук читает. Говорит с выступлениями, исколесил всю область. Было в Комсомольске, в Шуе и в Иванове, но приятнее всего в родном зале. Я не люблю перед знакомыми выступать. Я больше люблю перед своими. На обновление Октябрьского ДК потрачено 9 миллионов рублей. Отремонтирован фасад, зрительный зал, фойе, внутренние помещения. Заменены окна, теплоснабжение, а также установлены новые кресла и пожарно-охранная сигнализация. Октябрьский сельский дом культуры стал третьим учреждением культуры Комсомольского района, капитально отремонтированным за счет средств федерального и областного бюджетов. В регионе открыты уже 23 дома культуры в рамках реализации мероприятий национального проекта культуры. Еще два дома культуры будут открыты до конца этого года. По словам Юлии Сураевой, новые дома культуры теперь могут посещать свыше 15 тысяч жителей сел области. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». А теперь о погоде. Что прогнозируют синоптики на ближайшие сутки. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Две минуты запись на прием, 30 минут диагностика, 20 минут бесплатная сдача анализов, 40 минут лазерная процедура, всего полтора часа и варикоз прощай. Клиника варикоза нет в Иваново. 300-300. В четверг в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температурный фон снова повысится, а осадки прекратятся. В Рио мега-акция. Все чеки из текстильного центра участвуют в розыгрыше автомобиля. И, внимание, одного миллиона рублей. И кофе, бургер, лимонад в придачу. Осенний сезон стартовал. Сразу после новостей смотрите объявления в «Городской хронике». Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Ну а я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok